Добрый вечер! Вы смотрите программу «Подробный разговор» и сегодня мы говорим об общественном согласии. Как строить храм Святой Екатерины в Екатеринбурге? И эксперт нашей студии, сегодня председатель общественной палаты Свердловской области Александр Левин. Александр Юрьевич, добрый вечер! Добрый вечер! Губернатор Евгений Ковишев накануне обозначил варианты решения проблемы, один из которых – несколько площадок по тому, где разместится храм. В том числе была рассмотрена возможность о проведении референдума. Вот с общественной точки зрения, даже может быть с исторической, вот эта ситуация для Екатеринбурга, она уникальна по-своему? Мы впервые видим столь активное и ярое противостояние? Ну, вы знаете, вообще Екатеринбург – свободный город, и у него большие традиции насчет этого, и много случаев было и ранее, и в советское время, между прочим, и уже в наше, когда новую Россию начали строить. И, в общем-то, в этом противостоянии нет ничего страшного. Это просто, понимаете, столкновение разных точек зрения. Но разные точки зрения у горожан одного города. И поэтому надо обязательно находить точки соприкосновения. Тем более храм должен объединять людей. Ну, конечно. Во-первых, эту мудрую мысль повторил Владимир Владимирович Путин, когда его спросили, он так удивился, а что там за столкновения, противоречия могут быть? Обычно просят храм построить, а тут вроде против храма. Это первая позиция. А вторая – действительно храм должен объединять. И ради этого и затеивалась вся эта история. Но мы говорим о согласии, о городской среде, о горожанах. И, конечно, надо слышать и любую сторону. Те, кто в меньшинстве, кто в большинстве. Потому что для власти, городской в первую очередь, да и областной, нельзя делить горожан на, условно говоря, сторонников, противников, плохих горожан или хороших горожан. Такого быть не может. Понимаете, для власти города – это как единая семья все жители города. И каждый должен быть доволен в семье. Потому что если в семье что-то у кого-то не ладится, это уже непорядок. Многие из тех, кто вышли, говорили, что мы не против храма, мы за то, чтобы здесь, около драмы, строить нельзя. И вот сейчас губернатор предложил вариант решения конфликта. Несколько площадок уже будет все-таки опрос или референдум. Ну, во-первых, надо сказать добрые слова в адрес власти, потому что вот заявление Евгения Владимировича Куевшева, и то, что он сказал, и что даже сказал, если мы ошиблись или я лично ошибся, то надо исправлять. Это уже многого стоит, понимаете. Это говорит о том, что власть настроена на конструктивный диалог с горожанами, которые не согласны, которые за сквер. Я был на одном из совещаний у Евгения Владимировича по этой острой тематике, и когда предоставили слово, я сказал, что кто за сквер. Нельзя вообще так ставить вопрос, ты за сквер или за храм. Я согласна с этим, да. Я считаю, что каждый горожанин и за храм, и за сквер, потому что, ну, вера есть у каждого в душе, и против храма, ну, это безумство идти, как и против сквера, любимого сквера. Там, оказывается, в этом месте очень много людей любит гулять, и к этим людям надо прислушиваться, и их надо слышать. Поэтому прекрасно, вот что такое заявление губернатор сделал. Более того, он же сказал, мы не ограничимся вот этими названными возможными участками. Предлагайте свои, и посмотрите, какой шквал предложений. Вот то, что мы видим в соцсетях, то, что идет на сайт в мэрию города. Это, кстати, чисто городская проблема, но она вышла за рамки Екатеринбурга, и посмотрите, и в других городах есть отзывки нашей ситуации. Это говорит о том, что не слышали одну сторону и делали по-своему. А слышать друг друга – это самое главное. Общественная палата Средовской области активно в этой ситуации действует. Вот что сейчас вы предпринимаете? Вы знаете, значит, вот когда говорят, что вы делали, что мы делали, у нас вообще в общественную палату Средовской области входит 42 человека. Это все знаковые люди со своим мнением. И вы знаете, и у нас тоже единого мнения нет на этот счет, вот если ставить вот здесь или здесь, строить храм в сквере или строить вместо сквер. Ну, многие члены нашей палаты с первого дня и ежедневно все эти дни были на месте происходящих событий. Ну, с той стороны, допустим, отец Миняйла, которого все видели. Кстати, он день и ночь там находился, разговаривал с людьми. Это тоже, кстати, очень важный момент. Он провел колоссальную работу, и, конечно, от имени епархии, но мы его считаем очень ценным таким и знаковым членом общественной палаты Средовской области. Там были и Лариса Крапивина, наш член общественной палаты, и Вадим Савин. Поэтому очень много людей, которые ежедневно информировали нас. И мы имели возможность общаться с руководством Свердловской области, что-то советовать. И я думаю, в конце концов, голос общественности все-таки услышан. Более того, вот 31 мая на своем очередном заседании нашего совета плановом мы этот вопрос тоже будем рассматривать и тоже хотим послушать и ту, и другую сторону уже в стадии, вот как найти согласие, как прекратить этот, может быть, вот тлеющийся внутри конфликт по этой ситуации и вообще по другим. Потому что любая ситуация, связанная с застройкой в Екатеринбурге... Это конфликт чьих-то интересов. Это конфликт чьих-то интересов. Смотрите, в Академическом районе, да, есть люди, которые за Березовую рощу. Зеленая наша роща. Да любая стройка, она так или иначе касается зеленых насаждений. Просто лишь бы не использовали в нехороших целях тех, кто выходит в том числе. Вы знаете, сейчас тоже много всего говорится, что кто-то кого-то использовал. Я бы не хотел в эту конспирологию вникать, потому что горожане вышли, скорее всего, стихийно. Да, они увидели этот забор, и этот забор, кстати, я тоже считаю, очень мудрый шаг, ну, вообще, нашего митрополита Кирилла, который сказал, ну, если этот забор стал символом раздора, надо его демонтировать. Это тоже очень... Ну, именно вот забор стал действительно таким, знаешь, спичку бросили, вот этот забор увидели. Это тоже вот говорит о том, что может быть непродуманно, может быть поспешно, но ведь все документы на строительство были, слушания прошли. Вот вы знаете, когда объявляются слушания, никто не идет на них. Вот удивительно, это тоже наш менталитет. Но тоже ругать людей, которые не идут на слушания, тоже нельзя. Ну, кажется, что же я ничего не решаю на этих слушаниях, что я пойду? Да, вот есть такая менталитетия. А что касается, что кто-то использует, ну, это всегда так. Знаете, все революции затеивали романтики, а потом, значит, на их место приходили совсем другие неромантики. И что из этого выходило, в нашей стране очень хорошо, в истории нашей страны очень известно. И поэтому не дай бог допустить вот, ну, даже попытки вот какого-то гражданского столкновения. Я уж не говорю о гражданской войне. Это ужасная страница в истории нашей страны, когда брат на брата пошел, свой на своего и так далее. Это может вот из-за ничего вспыхнуть. Поэтому урок из этих событий надо нам всем извлекать и общественным организациям, и экологическим организациям. Хотя вот мы собирали, вы знаете, экологов наших, НКО у нас много занимается экологией, вопросами природоохраны и прочее. Они говорят, никакой экологической составляющей там нет, потому что, по большому счету, если посмотреть, храм не вместо сквера, храм в сквере. Но в эти детали никто не вникал, и там по проекту, если его тут делать, там наоборот, вокруг этого собора очень большая зеленая зона становится. Но не об этом сейчас, потому что в детали никто вникать не хотел. И раз отмели эту ситуацию, значит, разум восторженствовал. Но вот сейчас говорят так, мы победили, а они проиграли. Вот это тоже неправильно. Победили горожане все вместе. И те, кто был за, и те, кто был против. Потому что, слава богу, какой-то консенсус нашелся. Те новые площадки, о которых сейчас идет речь, вы участие как-то принимаете в голосовании? Вот какая вам площадка ближе после? Да я, понимаете, я когда говорил, что у нас такого единого мнения в общественной палате быть не может, потому что у нас разные люди, представители разных, и конфессий, и общественных организаций. Но я думаю, что мы будем солидарны с горожанами. Площадок очень много. Вот я все время с болью сердцу проезжаю мимо, помните, больница скорой помощи, заброшенный объект. Ну, я не знаю, с точки зрения архитектуры, тут же тоже очень много специалистов надо подключить. Будет ли смотреться там этот собор, будет ли смотреться этот храм в этом месте. Но место очень знаковое, центральное, известное. Люди предлагают очень много различных вариантов, в том числе и площадь пятого года. Это тоже дискуссионный здесь историческая история. Конечно, где когда-то стоял памятник. Но опять-таки сегодня будет очень много против, потому что там стоит памятник Ленину, как бы мы к нему ни относились. В свое время, вот я когда работал, на госслужбе был и работал в администрации с Эдуардовичем Роселем, ведь такие вещи горожане уже, как бы идеи такие звучали, что надо снести памятник Ленину. Ну, во-первых, вот мое личное мнение, с памятником воевать не надо. Другое дело, что найти другое место для памятника, как история. Как памятник Малышу, например, где сейчас стоит Большой Золотовосток, как вариант. Да, тоже же перенесли его с этого места. И, по-моему, перенесли без всяких... Было спокойно совершенно. Было спокойно. Но самое главное, что диалог идет, что стороны готовы слышат и слышат друг друга, что власть создала условия для этого. Это самое главное. Это самое главное, потому что любой конфликт, любая ссора лучше решат не на митингах, потому что на митингах очень трудно говорить. Вот глава города вышел к митингующим, да? Ну, там же невозможно разговаривать. Но потом они собирались в мэрии. Это другое дело. Ну, там-то нельзя. Поэтому надо собираться за столом переговоров. Слышать друг друга и слушать друг друга. Вы смотрите программу «Подробный разговор». И мы продолжаем. Гость нашей студии сегодня председатель общественной палаты Свердловской области Александр Левин. Александр Леонидович, ну вот мы говорили о том, что решается, конструктивно решается конфликт по поводу строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Вы упомянули о том, что глава города Александр Высокинский вышел к людям. Вот как оценивает этот поступок? Это ведь мужественное было? Действительное решение? Смелое? Ну, конечно. Ну, во-первых, я Александра Геннадьевича знаю. Он, во-первых, действительно смелый и мужественный человек. Тем более, он в теме «Почему не пойти?». Другое дело, что, я еще раз хочу сказать, это мужественный поступок, но для решения вопроса он мало что дает, потому что там тебя не слышат. На митингах конструктивно вопросы не решаются. Другое дело, что он вышел и пригласил к себе всех заинтересованных, ну, в количестве там 30 человек, ну, по-моему, пришло 60. Ну, разговор состоялся. Вот его выход и вот этот разговор – это самое главное. И потом, когда они пришли уже на площадку, тоже смотрели, что происходит за забором? Ну, конечно, за забором, потому что люди же думали, что там уже все, а там только поставили, слава богу, забор. И вот сейчас инициативная группа собирается выйти на субботник, восстановить, потому что траву-то вытоптали, там сейчас такой уже газон-то надо менять. И слава богу, что вот те, кто митинговал, там есть люди разумные, большинство из них, конечно, разумные, которые предложили на субботник выйти и восстановить свое любимое место отдыха. Это замечательно. Там вообще многие даже романтические истории на этом месте. Там и музыка звучала, и люди встречи назначали. То есть такая история сложилась. Да, и я там слышал, многие познакомились, там даже какой-то девушке, молодой человек, сделал предложение. Это замечательно. Это маленькие плюсики недопонимания всеобщего. Поэтому в каждой ситуации есть хорошее и плохое. Да, я напомню, что на официальном портале администрации города идет сбор предложений. Вы можете предлагать свои видения того, как и где строить храм Святой Екатерины в столице Урала. Ну, а Екатеринбург готовится к 300-летию. Основные крупные масштабные проекты, которые будут, ну, это, наверное, все-таки спортивные мероприятия универсиада в 2023 году. Ну, вы знаете, да, вот не так давно был оргкомитет, посвященный 300-летию Екатеринбурга. И Высокинский докладывал на этом оргкомитете. Там же несколько томов подготовлено объектов. Причем это все объекты так или иначе связаны с городской средой. Это замечательно. Это и новые дороги, это новые улицы, это новые скверы. И благоустройство набережной, кстати. Благоустройство набережной, ну, к 300-летию планируется изменить очень серьезно, в лучшую сторону облик Екатеринбурга. Что касается знаковых мероприятий, то они уже с этого года начнут идти. У нас будет очень крупно, в ходе инопрома в Екатеринбург приедут на очень крупный форум промышленный со всего мира. Дальше мы планируем к 23-му году универсиаду всемирную. Это тоже, ну, знаете, такое событие в спортивном мире, но и в гуманитарном. Это студенты со всех континентов. Вот, и пока решения конкретного, точного нет, но буквально вот в летние месяцы этого года состоится решение. И Екатеринбург, надо сказать, претендует очень серьезно стать столицей универсиады. И среди других стран он вышел на первое место и сегодня лидирует в этом списке. И я думаю, что шансов у нас много, но будем все равно стучать по дереву. Но это не дерево. Да, да, это не дерево, но тем не менее надеемся, что все-таки будет, потому что обещают и дворец водных видов спорта, и другие крупные спортивные объекты, которые... Вы понимаете, у нас большое наследие от Чемпионата мира по футболу осталось, безусловно. Значит, как мы провели Чемпионат мира, это сегодня ведь и FIFA, и мировое сообщество признало о том, что один из лучших городов, где проводился Чемпионат мира, это Екатеринбург. Вот совсем недавно мы общались с генеральным консулом Великобритании, новым. Он привозил сюда известных футболистов английских. Вот они в нашей Академии, Уральской Академии футбола мастер-классы проводили. И они признались, что вот Чемпионат мира, особенно в Екатеринбурге, он для иностранных болельщиков, он по-новому открыл Россию. Россия оказывается для них очень дружелюбная, очень гостеприимная, очень открытая страна. Поэтому вот такие международные события, особенно в Екатеринбурге, они для нас дорогого стоят для всех, потому что мы открываемся миру не по каким-то там шаблонам и, знаете, заведенным на Западе установкам, а совсем с другой стороны. Они видят, что это совсем не так, как им это все вталкивается в пропаганду. И вот то, что у нас будет универсиада к 300-летию, я думаю, для нас это тоже очень важно. Кстати, многие жители очень скучали, когда уехали от нас фанаты. Многие говорили, ну как же теперь мы будем жить без этого праздника каждый вечер. Да, и сейчас скучают. Вот недавно буквально тоже общались, год назад ведь как раз это было, как скучно без Чемпионата мира по футболу. Инфраструктура осталась, это новая территория в районе Центрального стадиона, совершенно новая. Да, да, которая, кстати, будет преобразовываться там, вот в планах у мэрии, я думаю, вам об этом тоже здесь в студии рассказывали профессионалы. Там тоже планируется очень большой парк сделать и насытить его, ну, аттракционами, то есть чтобы городская жизнь пришла в Екатеринбург-арену. Это тоже очень важно, потому что ведь во всех цивилизованных странах мира, где вот есть стадионы крупные, где играют в футбол, футбол заканчивается, а жизнь-то продолжается. И вот задача нашей Екатеринбург-арены, чтобы здесь жизнь не затухала. У нас шикарный стадион вечером, особенно когда едешь мимо, какая подсветка, как он сияет, какие трибуны, там должна жизнь бить ключом. Но чтобы она там забила ключом, нужно инфраструктуру создавать. У Екатеринбург-арены огромное будущее в этом плане. Ну и футбольная команда, футбольный клуб «Урал» тоже нас не разочаровывает. Ну да, значит, задача на этот сезон, я как представитель Совета директоров, такая нагрузка еще одна общественная, значит, могу сказать, что на этот сезон задача по чемпионату выполнена. За несколько туров мы будем играть в премьер-лиги на будущий сезон. А что касается второго крупного турнира за трофей, за Кубок России, то мы добились очень высокого результата. Урал вышел в финал, и вот буквально, значит, завтра будет в Самаре сражаться с московским локомотивом за трофеи российского футбола. Я, кстати, вот планирую через несколько часов вылететь, чтобы завтра поболеть за любимую родную команду на Самаре, на стадионе «Космос», который называется. Да, ну, кстати говоря, если мы говорим о спорте, о футболе, ведь очень многие отдали своих детей заниматься спортом. В Екатеринбурге сегодня тоже есть для этого все условия. Это не только футбол, это и хоккейные площадки. Безусловно, но с футболом определенный бум есть, потому что вот той же академии, Уральской академии футбола, там принимают с 5-6 лет, впервые был конкурс и очередь. То есть вот проведение чемпионата мира подтолкнуло родителей обратить внимание на футбол. Это здорово, и если вы бываете на матчах, то вот мне очень приятно видеть, что семьи пошли. С молодыми мальчишками на футбол идут. И я вспомнил свое детство, когда меня отец водил на центральный стадион, и тогда тоже было очень много ребят. Почему это важно? Потому что если мальчишки видят, как играют мастера, они сами тоже хотят заниматься. Не важно, будут они профессиональными футболистами, нет. Но здоровый образ жизни – это самая главная задача Академии футбола. Если мы говорим о наследии чемпионата мира вообще, в таком масштабном плане. Да, и у нас ведь не только центральный стадион, мы построили же уникальные 3-4 тренировочные базы самого современного профессионального уровня. Это же все осталось в городе. Мы начали разговор о том, что решается вопрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Общественная палата открыта к диалогу? Если у жителей есть конкретные предложения, они могут вам писать, они могут вам звонить? 100%. И мы собираем такие мнения. У нас сайт работает, телефон работает, электронная приемная работает. Любое мнение, любое предложение, пожалуйста. Более того, я еще раз повторю, 31 мая у нас на нашем заседании Совета палаты мы одним из вопросов будем как раз ситуацию вокруг храма обсуждать, с той и с другой стороны, но чтобы найти самое главное – согласие. Для общественной палаты мир и согласие – это во главе угла. Как и для города. Конечно. И региона. Конечно. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Гостем программы сегодня был председатель общественной палаты Свердловской области Александр Левин. Далее смотрите главные новости Екатеринбурга. Всего самого доброго и до встречи в эфире.